Семейство, что вы укреплялись в вере, были образцовым примером, и пусть благодать будет на вас. Помолимся, чтобы Господь благословил наше общение. Склонимся для молитвы. Господи, Отец наш Небесный, мы в смирении стоим сейчас пред Тобою в этот вечер. Благодарим от всей души, что это наш Бог, упование и спасение, что нас спас, оправдал и явил любовь свою в лице Сына Своего Иисуса Христа и нашего Господа. Мы пришли в этот вечер поклониться Святому имени Твоему, прославить Тебя, превознести нашего Бога Всемогущего, Бога Отца. Алло, Отче, мы благодарим Тебя, что Ты являешься нашим Отцом и благословляешь детей Своих. Мы пришли, Господь, чтобы Ты сегодня нам говорил через Дух Святой, как нам жить, как нам поступать в этом злом разращенном мире. И поэтому, Господь, используй уста братьев и говори от Слова Твоего каждому сердцу. Мы просим Тебя, будь прославлен через песнопение наших аристов, через славословие детей Твоих. Господь, услыши молитвы с места обитания Твоего, досветиться имя Твое и превозноситься в сердцах и устах народа Твоего. Поверь Духом Святым на наши сердца и тех, кто еще не умирит с Тобою или кого будет обличать Дух Святой, пусть они сегодня примерятся, Господь, и получат дар прощения. Благослови, Господь, и всю нашу большую поместную церковь, всех ее членов, где находятся дети Твои сейчас, кто-то на отдыхе, кто-то в поездках, кто-то в пути находится. Господи, благослови, сохрани нашу молодежь, детей, подростков наших, досветиться имя Твое. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что в этот день мы можем благодарить Тебя за наших отцов. Слава Тебе за глав семейство, Господь, за то, что дарующим мудрости, силы, благословения. Укрепляй в вере и благодати в этой нелегкой, трудной жизни. Пусть милость Твоя будет над нами и в этот вечер. И наш город, который Ты нас переселил, Ты благослови. Господи, Ты видишь, сколько разврата, сколько греха. Мы умоляем Тебе, милосердный Господь, пусть милость Твоя будет над нами. Продли милость еще для боящихся Тебя, чтобы еще многие наши родные, близкие, друзья, соседи познали Тебя, как любимого Господа и Спасителя. Во имя Иисуса Христа мы все это просим и слагаем у ног Твоих святых, наш великий, всемогущий, любящий Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Дорогие братья и сестры, мы все вместе споем первый гимн общим пением из сборника номер 10. Вот собрались мы опять прославлять любовь Отца. Вот собрались мы опять прославлять любовь Отца. Пусть Святая Победа присполнят нам сердца, Вознесемся все душой, чтобы правду нам усилить, Вознесемся все душой, чтобы правду нам спасителя воскресить. Песня. 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 Звучит 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 песня. И второе место. Звучит песня. 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 Можно было бы дать вот три таких важных пункта. Первое, что он говорит, это призванным. И действительно это так, что Господь каждого из нас призвал к себе. Призвал к себе для того, чтобы направить на вот эту благую весть, чтобы каждый услышал благую весть и направить на праведный путь. Второе, посмотрите. Они избраны, избранным, он говорит. Те, которые избраны, это те, кого Господь избирает Сам. И тем, которые сохранены Иисусом Христом. Не секрет, и все вы это знаете, что в этом мире очень, где везде свобода во всем. Но быть сохраненным на правильном пути, это очень и очень сложно. Если мы посмотрим, что прошло всего 30 лет, еще были живы те, кто видел Иисуса Христа, кто с Ним ходил. И как мало, как много ереси уже было в церквах. Давайте посмотрим второй стих. Милость вам, мир и любовь да умножатся. Вот это приветствие Иуда обращается к тем, на кого дьявол направляет все силы ада, все силы ада, чтобы свернуть их с истинного пути. Милость. Что же такое милость? Это сострадательное утешение нашего Господа Иисуса Христа. Это Его забота о всех святых. И в одном из гимнов мы поем, это 715 из сборника. Если в бурях жизни дух твой удручен, тучами уныния путь твой мрачен, вспомни, сколько милости Господь явил, удивляться будешь, что Он совершил. Не так ли это, братья и сестры? Знаете, перед нашей спевкой мы всегда стараемся читать Слово Божие и размышлять. И вот на последней спевке тоже как раз была вот эта тема. Я просил, братья и сестры, расскажите, какую милость вам Господь? Или проявляется ли Его милость до сих пор в вашей жизни? Ну, одни одно говорили, другие другое. А вот после спевки подошла одна сестра и говорит, вот я хочу рассказать, какую Бог милость мне проявил. Вот на той неделе, говорит, на прошедшей неделе я ехала по фривейу вместе с детьми. У меня лопнуло переднее колесо. И Бог проявил такую милость ко мне, что ни аварии не совершили, все мы живы. И Бог послал людей, которые помогли там на этом фривее, чтобы отремонтировать машину. Бог для избранных Своих, Он действительно посылает эту милость и сегодня. Второе, посмотрите. И мир, милость и мир. Мир. Это безмятежное состояние рядом с Господом и Иисусом Христом. Когда оно наступает? Когда мы находимся в тесном общении с Господом, в тесном общении со Словом, когда мы читаем Слово Божие. Как только мы чуть-чуть отходим от этого, все. Мы теряем этот мир. И в одном из гимнов, это 162 гимн, тоже из сборника общего пения, мы поем мир, полный мир. И там, где суета, да, мир царит, мир дает нам кровь Христа. Мир, полный мир. И последнее, посмотрите. Мир и любовь доумножатся. Любовь Божия – это то, что мы никогда бы сами не заслужили и никогда бы сами не приобрели. Ни своей работой, ни своими добрыми делами. Но вот эта вот любовь, Господь просто обволакивает нас и окружает нас, осеняет нас своей любовью. И что еще очень важно. Посмотрите. Мне особенно понравилось вот это последнее слово – доумножиться. Здесь апостол говорит, это не будет слагаемое – мир, любовь и милость, чтобы как знак сложения здесь. Он говорит, нет, здесь должно быть знак умножения. Вот эти качества должны у вас умножаться с арифметической прогрессией. Это не только должно, это не может стоять на месте, когда мы находимся с Господом Иисусом Христом. Посмотрите 20 стих. Давайте мы пойдем дальше. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь духом святых. Святейшая вера. Как ее достичь? Братья и сестры, наша вера. Мы можем ее достичь только через священные писания. И если мы забываем это делать, я понимаю, что, если многих из вас спрошу, как часто, как часто мы обращаемся к Слову Божию, я знаю, что найдутся тысячи причин, чтобы этого не делать. Все возможные экскьюзы найдутся для того, что все у нас занято, все время занято. С раннего утра, как только человек, особенно здесь в Америке, соскакивает со своей постели, у него не достает времени. Совершенно. Но здесь вот он говорит, но вы, возлюбленные, назидайте на святейшей вере вашей. Нашу веру, чтобы ее никто не мог поколебать, мы можем только укреплять через священные писания. Молясь духом святым. Как это? Как этого достичь? А этого достичь очень просто. Братья и сестры, нужно прислушиваться к голосу Духа Святого, который живет в нас. И я знаю, что когда христианин, это у каждого, слушает голос Духа Святого, он будет жить праведно и благочестиво. И если мы только уклоняемся, как только мы начинаем идти на компромисс со своей совестью, как только мы чуть-чуть заглушаем этот голос Духа Святого, обязательно ждите перемен. И перемен не в лучшую сторону. Пусть нас Господь в этом укрепит. Посмотрите, и 21 стих. «Сохраняя себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего и Иисуса Христа для вечной жизни». Как себя сохранить в любви Божией? Задавались ли вы себе таким вопросом? Это можно сравнить с Солнцем, тем более с нашим калифорнийским. Как только мы выйдем за порог этого дома, эти солнечные лучи будут осенять нас, освещать все и давать свое тепло. И как только мы зайдем за какую-нибудь стенку, или же, значит, откроем свой зонтик, будет какое-то препятствие для этих лучей, мы уже не будем в прямом контакте. Вот эти солнца... Солнце будет над нами, но сами мы не будем получать от этого ни солнечную энергию, ни солнечное тепло. Вот это Господь говорит, «Будьте, будьте со Мною, ожидая милости от Господа, и Иисуса Христа для вечной жизни». Вы знаете, и последняя милость, которую нам окажет Господь, это то, что Он придет за нами. Он придет за Своей искупленной Церковью. Дай Бог нам всем дождаться этой милости и быть вместе с Ним. Я хотел бы вернуться теперь на второе место, четвертая глава Второзакония. Мы немножко коснемся здесь в связи с нашим праздником, с Днем Отца. Посмотрите. «Ибо есть ли какой великий народ, которому Боги его были бы столь близки, как близок к нам Господь, Бог наш, когда не призовем Его? Есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю сегодня?» Братья и сестры, нет такого народа и нет таких богов, как наш Бог. И Он достоин поклонения. И слава Богу, что мы знаем Его. И слава Богу, что Он слышит нас. Посмотрите теперь 9 стих. На что я особенно хотел бы обратить внимание в этот день. «Только берегись!» Господь здесь, Моисей, говорит, «Берегись!» Что это значит? «Бережься» — это нужно постоянно находиться в бодрствующем состоянии. Постоянно находиться на страже. Тщательно храни душу свою. Я знаю, что из каждого у нас есть какие-то мелочи. Я не беру драгоценности. Вот. У многих их нет. Но те вещи, к которым у нас особое отношение, я знаю, как люди их хранят, как они их берегут. Вот здесь вот Господь говорит, «Тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел твоих, тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы они не выходили из сердца твоего и во все дни жизни твоей». Братья и сестры, если мы возьмем обратную, просто прочитаем с обратной стороны, чтобы прийти вот к той, к самому началу, к «берегись» слову «берегись», мы посмотрим, все очень начинается с маленького. Вот что видели, которые, те дела, они уходят из сердца, заполняют, что-то другое заполняет наше сердце. Мы забываем, что видели наши глаза, наша душа остается без охраны, и мы перестаем бодрствовать. Да сохранит нас Господь от этого. И последнее, на что я хотел бы обратить ваше внимание, Господь говорит, «Собери ко мне народ, и я возвещу им слова мои, из которых они научатся, боятся меня во все дни жизни своей на земле и научат сыновей своих». Братья и сестры, вы боитесь кого-нибудь? Молодые люди, есть страх у вас или нет? Я знаю, молодые люди вообще ничего не боятся. Не боятся прыгать ни с парашютом, не боятся прыгать со скал в речке, с мостов, куда-то там на Албурн ездят, прыгают. Ничего не боятся. Они не боятся родителей, не боятся учителей, никого не боятся. И в то же время они не боятся Бога. Друзья мои, братья и сестры, дорогие, Господь говорит, знаете, почему они не боятся? Они не боятся Бога. Первое, потому что мы где-то дали им повод, где-то мы не оказались святость пред Богом, где-то мы сами не жили так, как учит нас Господь. Потому что они смотрят на нас, на родителей, и видят, ага, вот здесь вот отклонения есть, вот здесь папа не так поступил, вот здесь он не то посмотрел, вот здесь не так себя повел, вот здесь вот родители не так живут. Потом от этого мы смотрим, семьи рушатся, люди уходят, начинается наркомания, алкоголизм, все вот это, все это идет постепенно. Знаете, что Бог поругаем не бывает. И написано, что грех твой, он найдет тебя в твоих собственных детях. Да избавит нас Господь от этого. И когда, здесь вот Моисей говорит, Бог говорит Моисею, я научу, и они научатся бояться меня во все дни жизни своей и научат детей. Дай Бог нам всем склониться пред Богом, признать наши ошибки, покаяться пред ними, пред Господом, в них, и бояться Господа. И дети наши будут следовать нам и будут следовать за Господом. И укрепит нас Господь в нашем хождении при лицом его. Слава ему за все. Аминь. Помолимся. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 И зовет пока, к тебе его протянута рука. Не опоздай, смотри, не опоздай, Ног твоих быть может только край, И рушится далеко мы в глубину. С тобою не щадя твою весну. В который миг, не зная мы с тобой, Окажемся за дверью раковой, Где вечен мрак и также вечен свет, Оттуда возвращенья больше нет. Не опоздай, смотри, не опоздай, Ног твоих быть может только край, И рушится влеком и в глубину, С тобою не щадя твою весну. Пусть ты не веришь в то, что будешь жить, Но что неверие может изменить. Опомнись очень близко, скользкий край, Не опоздай, смотри, не опоздай, Не опоздай, смотри, не опоздай, У ног твоих быть может только край, И рушится влеком и в глубину, С тобою не щадя твою весну. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Philippians Therefore, my beloved brethren Whom I long to see my joy and crown In this way stand firm in the Lord, my beloved I urge Yodia and I urge Syntyche To live in harmony in the Lord Indeed, true companion I ask you also To help these women Who have shared my struggle In the cause of the gospel Together with Clement also And the rest of my fellow workers Whose names are in the book of life Rejoice in the Lord always Again, I say rejoice Let your gentle spirit be known to all men The Lord is near Be anxious for nothing But in everything by prayer and supplication With thanksgiving Let your requests be made known to God And the peace of God Which surpasses all comprehension Will guard your hearts and your minds In Christ Jesus Finally, brethren Whatever is true Whatever is honorable Whatever is right Whatever is pure Whatever is lovely Whatever is of good repute If there is any excellence If there is any excellence And if anything worthy of praise Dwell on these things The things you have learned And received And heard And seen in me Practice these things And the God of peace Will be with you Amen I've waited a little while To preach this passage to you And the main reason for it Is because of verse 1 If you look at verse 1 for a second He uses Paul uses For his Philippian brothers and sisters in Christ Who are really spiritual children of his I have no right to say that of you guys But he just uses all of this Really affectionate language Just shows how close they were Together He says He calls them beloved twice He says I long to see you He really misses them Calls them my joy And my crown In these last days And And really You can't Come and preach that To somebody Whom you don't really know very well But I've been with you guys A year now And Nadia and I Both feel like We're Like it's home here We love you guys We think about Think about you And pray about you often So I feel that now You know And I hope that's Zayimna Right I hope that's reciprocal But I thought that like only After some time Could I really Say what I want to say here This evening But Paul has a very Positive message For his Philippian brothers And sisters in Christ For the Philippian church Here He says in verse 1 And I've talked with this Talked with the youth About this a little bit But he says here in verse 1 So stand firm In the Lord And I want that to be Our encouragement This evening For us to stand firm In the Lord It's I was talking with somebody Just the other day here And it's just an amazing thing What the Lord has done With all of us here I can even include myself In this to some extent Since I came back to America From Samara You guys all came from Your own various areas In the mother In the fatherland Motherland Whatever we want to call it And it's just amazing How God has Lifted Part of his people And placed them here On the west coast In Sacramento And I thought about this And just how God Has been so faithful To you And we were talking about How you built This huge structure This wonderful building And how it fits us So nicely So comfortably And what a witness You guys are now Truly In In west Sacramento And we were just saying The Lord is just Clearly blessed And we were thanking The Lord together I'm sure the guy Who hears me saying this Knows Knows Of whom I'm speaking But it was just a It was just a Wonderful time of reflection Looking back on What God has done And Here you know All I can say to you now Is okay You're here So stand firm In the Lord You know You've staked your ground Stand firm Or you know As Paul might express himself Today Hang tough In the Lord In English Or takdir zayt Right In the Russian Takdir zayt And as you look at As you look at The book Of Philippians You quickly find out That Paul is Really Talking about evangelism Throughout this whole This whole book It's all about evangelizing And evangelizing You know Evangelizing a hostile world And it's getting more And more hostile out there Right You've come To America In it's twilight In it's decline And we all see this We all In it's moral decline And You know You guys need to be That light on a hill Which so many other churches Around Are not being And so that's what This book's about It's about evangelizing And evangelizing A hostile world And Paul's exhortation To the Philippian Christians At the end of chapter 1 Gives us an idea Of what they were up against If you look at Philippians 1 Verses 27 to 30 You can kind of hear it He says Conduct yourselves In a manner worthy Of the gospel Philippians 1 27 So that whether I come And see you Or remain absent I will hear of you That you're standing Firm in one spirit With one mind Striving Together For the faith Of the gospel You've got to strive For this Okay In no way Alarmed by your opponents Okay so there's opponents now Which is a sign Of destruction for them But of salvation For you And that too From God And then he goes on to say For to you It has been granted For Christ's sake Not only to believe in him But also to suffer For his sake I came to the states So I didn't have to suffer And that's completely Legitimate and understandable Nobody wants that But he says Even so And it's going to happen here At some point If it isn't already happening And already You know The youth in our schools They've got to shut their mouth About a whole bunch of things Right Or you're going to get You know Sent to the office Or kicked out for a day Or detention Or whatever It's coming You guys So hang tough In the Lord And so It was happening here It's happening Even today with us Stand firm In the Lord Keep on And just Paul's saying He's encouraging them To keep on Keeping on here But in verses 2 to 9 Which we've also read And I want to talk to you about In verses 2 to 9 Paul tackles A few issues A few things That were happening In the Philippian church Which If you just kind of Sweat them under the rug If you didn't deal With these things If you left These issues Unaddressed They might Threaten That steadfastness They might Jeopardize It might jeopardize Their steadfastness Their Their witness In the community And that would be tragic And it would be horrible If such a thing Happened here And I'm just amazed At how these commands The commands in these verses Which we'll look at In a second How they coincide With With my desires For For RBC Bright That's what I call it Russian Baptist Church On Bright Street Right For us here It's There's a lot of similarities Here In the situation These are desires Which I have for all of us And hopefully These will be your desires As well And especially men Everything starts with you If you can't grab this vision If you can't If you can't be the pastors In the home That you need to be And And take the Take the initiative And take the proper steps In the home Then Then we're We're just really In deep trouble So a lot depends on you Paul's exhortation To his Philippian Brothers and sisters In Christ Is threefold He wishes them Things which make for peace And Oh how We need that In our churches Today The peace Of God He wishes them These three things Which make for peace Unity Which I talked with the youth About earlier And we're going to Go over that a little bit again But then also Joy And good Unity Joy And good You guys If you don't If we don't have this In our church Then Our witness To unbelievers Is completely compromised You know If we're Sitting here Bickering With one another All the time Okay And And an unbeliever Comes in He's not going to see The peace of God Among us He's not going to see The power of God Unto salvation He's just going to get A bad taste in his mouth And leave Or Or if he If he sees a bunch Of grumpy Unhappy people Dissatisfied people Discontent people People who can't Find Joy In the Lord Or the joy Of the Lord Is their strength Then The same thing Is going to happen Or if you just If you can't be positive You've got to have If you have that Grumpy old man syndrome You know Where it's like You know Everything's bad Today Everything's awful And you get these Blinders on And nothing's good And you know You rant and rave Against Against a Disney cartoon Like you do Against pornography And homosexuality You know If you can't make If you don't If you're just black and white Completely like that And you can't enjoy anything Well you know I think people Aren't going to Take you seriously So this is what I desire for us He wants us God through Through the apostle Paul wants us To be one Together He wants us To be happy And he wants us To be positive About how we go About our lives Our Christian lives So my first desire For all of us Here is that Is that you get along With one another And And you live in harmony With one another This is verses Two and three Look with me there I urge you I urge Syntyche To live in harmony In the Lord Indeed true companion I ask you also To help these women Who have shared My struggle In the cause Of the gospel Together with Clem And also And the rest Of my fellow workers Whose names Are in the book Of life Now beyond the fact That these two women Couldn't Couldn't get along These verses Tell us very little About anything Really Tell us very little For certain And this is what Happens sometimes When Paul expects His readers To kind of know The historical context And I remember You're going to Have to bear with me Here kids A little bit But I just have to Repeat some of These things Certainty eludes us As to a whole bunch Of things here Who is Euodia And who is Syntyche I mean how do you Even really say Their names I had to start Off with that Those names Are doozies I hope you guys Don't ever name Your kids Those names I'm sure they were Great people and all But still Or what positions Did these eminent Women hold In the church The fact that he Names them by name Means that they're Important But what kind of Position would they Hold Why would it be So important That he'd have to Name them by name Or we don't know Whether Whether this is Something interesting Because we always Assume this We don't know Whether those two Euodia and Syntyche Couldn't get along With one another Right They were button heads Or if together They couldn't get Along with the church If they were Against the church We don't even Really in the end Know that a hundred Percent We don't know Who Paul's true Comrade is Really ultimately We can guess As to who Clement is Or we don't know Why Clement is Singled out by name And Paul's other Co-workers aren't And etc I'm not going to Go into it There's a lot of Stuff we don't know And time doesn't Permit us to really Deal with each of These interpretational Problems Separately I just want to Give you an idea Of what I think Is going on And it's pretty much The typical Understanding I think Euodia and Syntyche They're two influential Women In the church At Philippi You know Perhaps they're Patronuses Of house churches Okay Maybe Maybe they're Christians And they've opened Their houses up For Sunday worship And I think That they can't Get along with One another In the end I think That's just That's a Pretty good guess I think They They probably Differ Over some Some personal Some personal issues Personal preferences Which while they're Very important to them Obviously They're kind of Secondary to the gospel And this Disagreement's Kind of gotten Out of hand It's actually Now entered It's a part of The church now People are taking Sides It's gotten So out of hand That Paul's Got to name Names Even in They've got to Be immortalized In this way In the scriptures Unfortunately And so He names names And he calls Upon the two Of them To put aside Their differences For really The sake Of the church's Internal unity And external Witness again This is the Main point If we're not One Then what kind Of a witness Are we going To have To unbelievers And then he Turns aside To Epaphroditus Epaphroditus He isn't named Here but he's Probably the Iskernisathrudnik The true Comrade Here Because Epaphroditus Was the one Who came To Paul In the Roman Prism On behalf Of the Philippians He could have Very well Been the Pastor there And he calls Him a true Comrade And says Man you've got To help These two And then After that Paul reminds These two Women As apostolic Co-workers As people Who used To work With them They really Should be Above all Of this Kind of Squabbling Then he Mentions a Few other Names Names which Are written In the Book of Life Clement And some Others Probably Either an Aside Or in the Hope that Those two Will somehow Come alongside These two And offer Positive Christian peer Pressure So that These two Get it Right So that They mend Fences Here Whatever Whatever's The case In the End And we Don't Really Know For sure Paul's Primary Concern Is crystal Clear Which means That the Application To us Here today Is just As clear Equally As obvious And that's That we Need to Get along With one Another We need To live In harmony With one Another And over The years You guys I've noticed How it's Really churches Everywhere But my Experience Is churches In the Russian Baptist Union Mainly Over there Mainly But it's Just it's Interesting And I've Noticed This that That our Churches I guess Ours included Maybe not To the Same Extent They seem To struggle With this Problem of Christian Unity It seems Like It seems Like we're We're united At the core Our core Values And maybe Vera Ispedevania Right Maybe we All believe The same Things Basically And probably On the Surface As well We're One We're united We put Together A pretty Good Front But In between The core And the Surface There's Really Like a lot Of unstable Pockets Of Selfishness And And discontent Which kind of Threatened to Boil over And kind of Like You know Blast out Like volcanoes That's what Members meetings Are for Right Right That's what Members meetings Are for After all Well The potential Causes Of disunity In our Church Are many And We If we Ignore them If we Just sweep Them under The rug Then It's Just We do So At our Own Risk I want To name A few Of these Which come To mind And the First One I really Want to Talk About With With The youth Way back When Was About This This Idea Of a Generation Gap You know What I Mean when I say Generation Gap You guys There's Like There's The old People who Do it Their way And then There's The young People who Never Listen to Me And And They Want to Do it Their Way And It's This Generation Gap And This Is A Potential For Disunity But I Believe It's A Other But Instead Of The Younger Generation Learning From The Older Listening Bending An Ear To Them Obeying In Certain Cases Instead Of That And Instead Of The Older Generation Deriving Its Vitality From The Younger You Know The Old People Maybe They Know How To Do It But They Just Don't Have The Power Anymore You Know The Strength Anymore You Got To Do It But They Know How You Got The Power And They Know How Right But Instead Of All Of This We Only Share Our Misunderstandings And The Youth Become Arrogant And Say We Know How To Do It And The Elderly Are Saying Things Like They Don't Do It Like They Used To And They Are Living In The Past That Can Become A Real Problem Or What About What About Clan Wars Our Church Here Is Very Susceptible To Clan Wars To Families I Mean There Are And This Is A Good Thing Right That We're All Oh The Tangled Web That We Weave Here You Know Everybody Marrying One Another It's Like If You Know It's That's A Good Thing Right We Want People To We Want People To Marry Our Daughters To Marry Christian Men And If We Can Only Find In Like One Family Tree Here In The And That's Good But Oh Man What If Something Happens It's Like You Know All Of A The Ground Begins To Shake And It's Like Just Some Little Difference Becomes This Like Family Take Sides And It Can Just Be It Can Be A Problem And We Wouldn't Have It Any Other Way You Know It's You Know Every Family Is Dysfunctional To Some Extent But But What I Want Us To Understand Here Is That In The Church Water Is Thicker Than Blood Water By That I Mean As The Bible Always Symbolizes It As The Spirit The Spirit Is Thicker Than Blood In The End The Spirit Which Unites Us Is Stronger And It's More Important Than Even Familial Ties Blood Ties Another Potential Cause Disunity Arises When Newcomers Can't Be Integrated With Lifetimers And This Is Another Tragedy Somebody New Comes Into The Church And They Find That People That Are Already In The Church Aren't Paying Attention To Them They Aren't Being Kind And Hospitable And Helpful And They're Kind Of Clickish And They Never Really Mesh And Boy Do These Two Groups Need Other As Well This Is A Tragedy Since Both Of These Groups Desperately Need Each Other The Newcomers They Need Some Stability In Their Life They Need The Stability Of The Lifetimers Who Been There And Done That And Seen It All And And I Think That Probably The Lifetimers Could Use Some Of The Vitality Of These People Who Just Come To Know The Lord And Everything Is So New And Awesome To Them And We Could Go On And On Here But I Guess My Point Is Here As Paul Says Elsewhere Be Diligent You Guys To Preserve The Unity Of The Spirit In The Bond Of Peace This Is Our Job This Christian And Ecclesiological Unity It Isn't It's Something Which You Have To Keep It Exists Already But You Have To Keep It You Have To Protect It You Have To Take Care Of It And The Book Of Philippians Which F F Focuses On The Example Of Christ Shows Us The Way Do Nothing From Selfishness Or Empty Conceit But With Humility Of Mind Let Each Of You Regard One Another As More Important Than Himself Don't Look Merely Out For Your Own Interests But Also For The Interests Of Others Anyway That's One Thing This One Desire I Have For Us Is That We Become Even More United And We Display The Unity Of The Spirit Of Christ In An Even Greater Way To A Dying World Moving On My Second Desire For Us Is For You To To Not Worry And Be Happy Don't Worry Be Happy You Remember That Song You Remember That They Even Did A Good Job To Translate Into Russian You He 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 The Russian How Does It Go I Remember Exactly Where I Was When That Song Came Out In 1980 I Was Working In Santa Cruz And I Was In Some Surf Shop I Wasn't Working There I Was Just Checking Something Out And I Just Remember When That Song Came On And You Heard The Whistling And Everything That That's A Great Song I Love That Song Don't Worry Be Happy That's Verses 4 To 7 Rejoice In The Lord Always I Love That Song Because Only Christians Only Christians Can Really Sing That Song With Any Sort Of Confidence Christians Can Truly Not Worry And Be Happy Because Believers You All Of Us We Fear God Today And Now So That We Don't Have To Later We Can Really Sing This Song Our Lives Are Hidden With Christ In God But To The Unbeliever We Say You Know Par Si Plach Right You've Got No Reason To Relax Now Paul's Concern You Guys In These Verses In 4 To 7 It Seems To Be That Christians Learn To Express The Joy Of The Lord Not Just When It's Smooth Sailing And When Things Are Going Well Not Just At Any Old Time But In Very Difficult Circumstances Even And This Is Variously Corroborated In The Text You Might Remember That Paul Is Writing From A Roman Prison At This Time He's In Prison And He's Telling Them To Rejoice And He's Being Very Careful To Express Christian Joy In His Sufferings For The Lord In This Whole Book And We've Already Read That They're Going Through It That They Have Opponents And That They Need To Suffer For Christ's Sake They're Presently Under Persecution But More Convincing Than All Of This Is Just The Syntax Just The Grammar Of The Greek Here And If I Could Just Read It To You The Way In The Rhythm That It's Written In The Greek It's Rejoice In Rejoice Always Rejoice It's The The Point Here Is Always And That Is Not Just Not Just When You Want To Not Just When You Can But Even In Those Difficult Dark Seemingly Dark Moments When You Can't Necessarily Figure Out God Why Are You Doing This Or Why Are You Putting Me Through This And What's Your Plan And How Is This Going to Work Out For My Good And Your Glory And So Paul Goes On In The Next Couple Verses Here Four To Seven He Goes On To To Show What Christian Joy Looks Like Under Pressure What Does That What Does Christian Joy Look Like Under Pressure Well According To Verse Five Look At Verse Five Let Your Gentle Spirit Be Known To All Men The Lord Is Near According To Verse Five Christian Joy Isn't Impatient It Isn't Gruba All Right It Isn't Rude It Isn't Self Assertive Or Harsh In Any Way That's Not Christian Joy Rather Under Pressure A Joyful Christian He's Someone Who's Patient And He's Someone Who's Kind You You Know If You When Somebody's Yelling At You You Know They're Not Happy Right There's No Joy There They're Not Spreading The Love There's No Joy And That's What He's Saying You Can't Be Happy And Very Irritable At The Same Time It Doesn't Work You Can't That Doesn't It Doesn't Happen You Can't Be Joyful And Harsh With Somebody Using Harsh Cutting Biting Words There's No joy There Let Your Forbearing Spirit Be Known To All Men Why Because The Lord Is Near Look At Verse Six Be Anxious For Nothing This Is Something Else Be Anxious For Nothing But In Everything By Prayer And Supplication With Thanksgiving Let Your Request Be Made Known To God According To Verse Six Christian Joy Isn't Also It's Also Not Something Which Is Anxious Under Under Pressure But Is Just Wholly Reliant Upon God And Just Gives It Over To God If You Can Give It Over To God And If You Can Experience Joy In Difficult Moments That That That's What's Being Talked About Here You Ever See Somebody Who's Like Pacing Up And Down Rubbing Their Hands Like This Where's The Joy There Is The Joy Of The Lord Evident In An Disturbed And Joyful At The Same Time So Be Anxious For Nothing But In Everything By Prayer And Supplication With Thanksgiving Let Your You Find With Thanksgiving Find That Silver Lining In The Clouds And Thank The Lord For It Let Your Request Be Made Known To God And The Peace Of God Then Will Just It Will Just It Will Blow You Over So Don't Worry And Be Happy That Is Number Two Here Show The Joy Of The Lord In Difficult Times And As I'm Saying These Times Are Coming It May Be Pretty Nice Right Now But They're Coming For All Of Us And It May Be Something For You Like Out Of The Frying Pan Of Russia And Into The Fire In The United States It May Be Something Like That For I Remember When I Was In Samara And I Was Talking About Something Similar To This That We Were Going Through So Much It Just Seems Like It Seems Like At Every Turn There Were Roadblocks To Success In Our Ministry And Getting People Saved I Remember Just One Time I Just I Told My My Brothers And Sisters There You Know We Even Had A Piece Of Property In The Central Part Of Town That Was Supposed To Be Ours And The Communists Took Away And The New Government Promised To Give Back And Then They Just Said No We're Not Going To It Was Worth A Lot Of Money It Would Have Been A Perfect Place To Put A Church And Etc But When They When They When They Refused To Return It And At Other Times They Were Declining Us From They Declining To Us The Ability To Meet In Houses Of Culture They Would Somehow Stop That Or They Would Bar Us From Prison Ministry Or Working In The Hospitals One Time We Would Have Tent Meetings And They Would Find Ways To Rouse The Rabble And Sabotage Our Evangelistic Ventures And Tent Meetings And What Do You Do In Such A Case What Do You Do Do You Fret Do You You Know Do You Mull Over Everything Does What Do You See Does The Joy Of The Lord Depend On Those Things In The End It Doesn't Even When You're Doing Something For The Lord And It Doesn't Seem To Be Working Out The Joy Of The Lord Does Not Depend On Those Things And What You Need To Do Is Show People That Your Joy Is Not Circumstantial That You Don't Derive Your Joy From Earthly Things But That Your Joy Is God And Your Joy Is Salvation In His Son And If You Just In Those Instances Where People And Circumstances Are Making It Extremely Hard For You You Need You Just Need To Show Them That You Know The Joy Of The Lord Is My Strength And You Need To Show Them That You Don't Care About Anything Except For Them And If You Can Do That Again You Will Blow Them Away And That Is Just As Strong A Witness As Any Sort Of Preaching That You Can Do From A Pulpit Don't Worry About Yourself God Will I Wish For Us This These Things Here I Wish For Us Unity More Unity I Wish For Us More Joy Joy In The Difficult Circumstances We Face And Are Going To Face As A Body And This Last Thing Here I Wish Last I Wish You I Wish Us All Well Here I Wish Us Good I Want To See That We Experience The Good Things That Life Has To Offer Desire For Us That We Acknowledge And That We Consider That Which Is Good In This Life And Make It Subservient To The Gospel Just Open Arms Just Take It In And Make It Subservient To Our Reason For Exist Here As The Church Of Christ On Earth And That Is To Get People Saved And This Is Verses Eight And Nine Look There With Me Finally Brethren Whatever Is And Etc Right Now You Guys Have Probably You Probably Heard Sermons And I Definitely Read I've Definitely Read Commentaries Which Interpret Verse Eight As An Exhortation To Meditate Upon Scripture Have You Ever Heard It This Way Maybe I Don't Know Whatever Is True Whatever Is Honorable Whatever Is Just Pure Or Lovely Or Praise Worthy If It's Not The Scriptures Right The Scriptures Are All Of These Things And More And Paul I guess Is Supposedly Commanding Us To Meditate Upon These Things To Think About Them Often And And This Is All Good And This Is All Stuff Which We Should Do But Really That's Not What This Text Is Talking About That's Not Paul's Point Here It's Point Elsewhere And I Totally Recommend All Those Things That's Just Not Really What's Going On Here And Admittedly Many Of Our English Translations I Think The Russians Kind Of This Way A Little Bit Too They're Guilty Of Perpetuating This Misconception Actually You Guys The Greek Is Much It's Much More Open Ended It's Much More Positive In Its Outlook Let's See If 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 I Can't Try Something Here With You I Want You And I I'm Going To Go Head Into Russian Here For A Second I Want You To Hear First What The Russian Translation Sounds Like And Well Actually You Can Just See It Right There What Is How Does The Russian Sound To You Guys It Sounds Kind Of It Comes Across As As Kind Of Like A Warning Doesn't It 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 Comes Across As A Warning Now I Want You To Listen To Probably A More Accurate Translation Of Cassian Итак Bratia Все Что Истинно Что Честно Что Справедливо Что Чисто Что Любезно Что Похвално Если Есть Какая Добродетел Если Есть Какая Похвала Примите Это Во Внимание Okay It's It's Not Meditating It's Talking Take This Take This Into Consideration Take It Into Account It's Much More Open It's Much More It's Much More Free Like That Hope You Feel The Difference Paul Is Not Talking About Scripture Meditation Here Although That's Very All Of That's Very Good He's Exhorting Us Through The Philippians To Take Into Account Into Our Lives Whatever Is Good In This Life And Just So Long As We Do So In A Way Which Is Very Discriminating As Discriminating Christians And That's The Reason For Verse Nine Which Kind Of Qualifies Verse Eight You Do All Of These Things But Remember My Example To You Remember How I I Mirrored Christ To You Do All Of These Things But In A Way Which You Know But Also Be Be Following My Example In These Things Do These Things You Know Be Open To All That's Good Out There Only In Light Of The Cross And This Is A Wonderfully Liberating Truth If You Can Get It And It Has Many Contemporary Applications For Us I Hope You Can Catch This Vision Here I Want To Read To You One Thing That Philip Schaff Wrote He's A Great Church Historian He Says Christianity Claims To Be The Perfect And Universal Religion It Pervades With Its Leavening Power All The Faculties Of Man And All Departments Of Life It's Foreign To Nothing Which God That's True And Beautiful And Good It's Friendly To Philosophy To Science And Art And It Takes Those Things Into Its Service Poetry Music And Architecture Achieve Their Highest Mission As Handmaids Of Religion And Have Derived The Inspiration For Their Noblest Works From The Bible That's What's Being Talked About Here That's What's Being Said And Sometimes We Forget About This Positive Aspect Of Pauline Anthropology Of Pauline Theology Man Is Made You And I Are Made In The Very Image Of God There Is That Dignity Which Is Marred It Still Exists And We Have That Status And The Image Of God And Man It's An Expression Which Refers To Every Way In Which Man Is Like God You Know When God Created The Universe He Used His Imagination When God Created The Heavens And The Earth And All That's In Them He Used His Divine Imagination But Then Right At The End There At The Very Last He Used Himself He Used We're Like As He Used Himself As Like As In A Mirror He Created Us It's Like We're His Self Portrait Man Has This Dignity And Even Though It's In A Corrupted State Man Is Still A Rational Creature With Amazing Absolutely Amazing Creative Abilities They Don't Match Up To God's Obviously But You Know Man Is Full Of Potential Out There It's Equally True That He Can't Save Himself Right But There's Some Wonderful Things Which We Can Take Into The Service Of The Gospel Moreover God's Common Grace It Reigns Upon The Unrighteous As Well As The Righteous And So I Ask You Then Can I Not As A Christian Appreciate In A Very Discriminating Way Of Course But Can I Not Appreciate Such Things As Maybe As British Music Or Finnish Design I Don't Know Why The Finns Are So Good At Design But They Are Or German Cars Or Italian Clothes Or Swiss Watches Which is It's Just Amazing If You Take A Look In There All Of The Technology How They Fit It All In There Even If I Can't Afford All Those Things Can I Still Enjoy Can I At Sublime Sublime Theory Of Can I Not Read My Kids To Sleep By Tolkien's Lord Of The Rings Or Can I Can I Not Watch Maybe Star Wars The Star Wars Saga On TV With My Kids Some Of That's Pretty Cool You know As long as You don't Take It Seriously It's You know Are You Guys Going To Begrudge Me My Shakespeare Right Or My Pushkin The bible Says Have you ever read Pushkin's It captures that Thought Beautifully And it talks About how You know He just pulls This book Off a shelf Somebody's Shelf Doesn't know Whose it is Opens the Book up And he Finds You know Oppressed And flattened And dried Flower And he Begins To wonder Who picked That Why'd he Pick it Why is it Here And what's The whole Story Behind this Flower And then At the end He says Of this Individual Who picked It Right There's Some people Can say Things Better than We can And we Don't have To agree With them To appreciate Those things If I You know What if I just Finished School Right I just Graduated From a Certain Class And it's Like It's Summer Vacation And And you Know I'm Sitting By The Pool And I'm Drinking Some Lemonade You know Can I Can I Not quote Mike No I'm Just kidding Don't Don't do That Right But I Mean There's Beautiful And wonderful Things out There And They are Out There Because Of the Image of God And Man And I Guess If you Just put Blinders On And if You're Just Constantly Grumpy And if You're Just If Everything's Bad And if You Won't You know If Even Your Furniture Has To Be Made By A Christian Or Whatever You know If you Go live That way People Won't Take You Seriously They Won't Listen To Anything You Have To Say They'll Think You're Just Crazy And It's Just Not Right We We're We're Not Against The Unbeliever We're For Them That's We're For Them We Want Them To Get Saved I Guess What I'm Trying To And Strangers Under This Veil Of Tears You Guys But Don't Forget To Stop And Smell The Roses From Time To Time And Give God The Glory For Those Things Because They Are There For You They Are There For You To To Enjoy Them And To Give God The Glory For So These Are All These Things I Wish For Us Here Okay That We're One Okay That We Work On Our Church Unity Right That We Live Together In Harmony I Want Us To Be Joyful Okay So The People See The Joy Of The Lord In Us And Man I Want That All Of These Things Are Magnetic And Then I Want Us To Enjoy The Good Things That God Has Given Us With A View To Our Steadfastness Here In West Sacramento Be Happy Be One Be Happy And Is Hostile You Gotta Present A United Front To The Unbeliever And Christian Joy Is Magnetic If You Just Find Your Joy In The Lord That Is What Other People Are Going To Want And A Positive Outlook On Life It Engages The World And Shows That We Are Not Dead Set Against The Believer But We're That's Why God Left Us Here He Left Us Here For Them And If We Just Attend To These Things If We If You Just Do Your Part Personally To Apply Them Then The God Of Peace Will Be With You As It Says In Verse Nine And With That We'll End Heavenly Father God I Just I Pray For Our Church Here Lord That Something That You Said Through Me Here Today Got Through Lord And That People Caught The Vision That You Would Have For Your Church Or That We Would Be One And And That We Would Find Our Joy In You And That We Would Love The Unbeliever And Be There For Him God And And To Accept Every Good Thing That You Give To Us In A Discriminating Way And In A Way Which Makes Everything Subservient To To The End Of Getting People Saved The Gospel Ministry Lord I Pray For Those Here Lord Who Don't Yet Know You God And Who Are Wondering Whether They Should Or Should Not Come To You Lord That That Certainly Our Witness As a Church And Even Individually Would Never Get In The Way That They Would See Christ In Us And That They Would See This Joy And This Desire To See Them Saved God And I Pray That You Would Do That Wonderful Work In Their Lives As Well May You Be Honored Lord May You Be Given The Glory In Their Lives In The Future And We Praise You Lord For This Time And Thank Wonderful Things In Your Holy Law In Jesus Precious Name Amen Мы Сейчас Будем Петь Гимн Общим Пение На Английском Языке Я Так Понял И В Это В Это Материальное Служение Так Что Кто Имеет Что Расположение От Господа Можете Принести Пожертвовать Господом Братья сестры Если Кто Знает Гимн Кто Когда То В Свете Бест Ней Пожалуйста Пойте Его А Мы Будем По Или Сразу Переводите Так Уже Легко Поехали 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 Ребята Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры создавал DimaTorzok Братья и сестры, у нас служение подходит к концу, но у нас еще есть очень приятная часть нашего служения – представление молодых церквей. Я очень прошу, чтобы сюда вышла сестра Елена Ласкава и брат Дима Пескун. Пожалуйста, подойдите сюда. Братья и сестры, очень приятно представить молодую сестру Лену и брата Диму, потому что они любят друг друга. И сегодня они об этом заявляют открыто церкви нашей. С этого момента, когда мы помолимся, они будут запросто называться женихом и невестой. И что я хотел сказать вам, что то Слово Божие, которое мы всегда читаем, что сказал Господь, Бог нехорошо быть человеку одному, сотворим Ему помощника соответственного Ему. Это условие, оно соблюдается, и поэтому мы с радостью представляем их вам. Во-первых, они любят друг друга, они вместе всегда. И я бы хотел сказать, пользуясь случаем, пока они перед вами стоят, что я глубоко уважаю и одобряю скромную любовь. Или чувства, которые пронесены перед людьми без всякого такого шоу, как часто мы, к сожалению, видим даже в христианстве. Я бы просил тех молодых, которые еще не вышли сюда или думают когда-то выйти, чтобы вы были более нежны друг к другу, особенно и не только при людях. Потому что чаще всего такие чувства явно, они больше говорят о похоти или о невоздержании, чем о чистой любви. И жизнь это показывает. Я очень рад за Лену и Диму, что они любят друг друга. Второе, что они в Господи вступают в брак. И Лена и Дима, они члены Церкви Христовой. Дима приехал к нам с Украины. Мы рады, я думаю, у него будет много друзей у нас здесь. Поэтому, кто еще не знает, подойдите, познакомьтесь, поприветствуйте его. И третье, что их дружбу, их решения одобряют и благословляют родители с обоих сторон. Поэтому нам остается только их поздравить, помолиться за них. Давайте это мы и сделаем. Встанем и помолимся о них. Я хочу, чтобы Дима коротко помолился. Дорогой Бог, я благодарен Тебе за то, что Ты послал мне такой драгоценный дар Твоей любви ко мне. Мою невесту Леночку. За то, что Ты напомнил мое сердце. Напомнил сердце мое любовью ее. Дорогой Господь, прошу тебя благословения на будущий наш семейный союз. Господь, помоги нам во всем быть всегда с нами. Также, дорогой Бог, помоги нам всегда любить друг друга, прощать друг друга и относиться с нежностью друг к другу. Боже, также наполни нашу жизнь будущую семейную. Божьими благословениями будь всегда и во всем с нами. А Тебе за все слава и благодарность. Нашему великому Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. Аминь. Дорогой мой Господь, я присоединяюсь к Диминой молитве и к молитве родителей. И прошу, чтобы Твое благословение было явно на вот этой молодой паре, Господи, на Лене и на Диме. Ты их сам благослови вот в этом пути приготовления к браку. Настрой, Господи, наполни их сердца Твоей святой благодатью, чтобы они были нежны друг к другу, внимательны. И чтобы, когда настанет этот радостный день, Церковь могла их благословить, и Ты сам их благословил на брак. Просим, помоги им во всех их нуждах, которые у них сейчас встанут, в устройстве их. Сам освети все их желания. И да будет имя Твое прославленное в их в этой дружбе, явное перед Церковью Твоей. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Отец, Сын и Святой Дух. Братья и сестры, садитесь. Пока тут родственники выходят, поздравляют. Как раз вы увидите, кто чей. Вот бабушка поздравляет и мама Лена с папой. Иногда, когда выходят, поздравляют, можно такие секреты, узнать тайны. Смотришь, кто-то очень близко с кем-то идет, цветы не может поделить. А потом смотришь, их объявляют через какое-то время. Так что смотрите внимательно. Спасибо. 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 Лена и Дима будут, наверное, первая пара после объявлений на утреннем собрании, что всем нашим молодым, это, я думаю, у нас будет в обязательном порядке, что мы хотим как служители сделать, и те, кто занимался на курсах мудрость матери, мудрость отца, чтобы все, кто решит соединить свою жизнь, могли пройти эти занятия. В этом большое благословение. И мы напоминаем, что сегодня после собрания продолжается запись для сестер и для братьев на вот эти курсы. Я скажу, больше бы просил, чтобы записывались сюда молодые и братья, и сестры. Для вас это будет благословение и доброе наставление. Сегодня после вечернего собрания останьтесь, дорогая молодежь, будет молодежное общение для вас. Останьтесь, гости наши, кто пришел к нам на молодежное общение, не уходите. И также мы просим, чтобы посетили кухню и приобрели все, что с любовью приготовлено нашими сестрами, волонтирами и братьями. И знаете, как они дорожат общением друг с другом этим трудом, что одной сестре нужно было ехать на свадьбу к своей внучке в Россию. И она говорит, мне нужно было отпрашиваться у кухни, потому что она там такой стабильный работник. Они очень дорожат. Посетите кухню. Просьба, чтобы проверили списки детей, кто отправляет своих детей в летний лагерь воскресной школы на втором этаже в фойе. Вывешены ваши списки. Если какое-то недоразумение, подойдите к Наде Турковой, она вам все объяснит. И еще большая просьба. Для нашей молодежи в следующую пятницу, 22 июня, будет встреча молодежи Тихоокеанского объединения. Семинар для молодых братьев и сестер. Это будет в нашей церкви в 7 часов вечера. Перечислены темы. Приходите. Будет проводить семинар сестра Ольга Федоровна Макан. Это сестра, ответственная по Молдавии, евроазиатскому региону. Я скажу, был в эту субботу на семинаре одном с ее участием. Я был очень вдохновлен и благословение было. Прошу, пойдите. А в субботу с утра с 10 часов здесь будет в основном зале также семинар для всех, кто пожелает прийти. Сестры, братья, молодые, зрелые сестры, все приходите. Вот это все наши объявления на сегодня. У нас есть еще нужды, о которых Вилли Николаевич помолится и закончит молитвой о благодати. Благодарю Бога и Церковь за удачную сдачу экзаменов. Сестра Марина, помолитесь за меня и за то, чтобы я получил работу. Брат Рома. Нашим детям предстоит собеседование в Москве. Просим Церковь совершить молитву. Родители. Дорогая Церковь, просим поддержать нас в молитве. Нашей дочери завтра важный appointment у доктора, чтобы Господь благословил ее. Да будет во всем воля Божия, родные. Чтобы бабушка покаялась, Сергей просит, и чтобы Славик покаялся. Наверное, один и тот же сильно. Любит бабушку и своего братика. Прошу помолиться за моего сына Павла, чтобы Господь смягчил его жестокое сердце и вернул его в родную церковь. Заранее благодарим сестра Татьяна. Света Рубан попала в госпиталь, просит помолиться. Дорогая Церковь, давайте помолимся о наших миссионерских группах в Таджикистане, в Западной Украине. Пусть Господь благословит всю нашу молодежь и их старших руководителей в их труде, чтобы мы не забывали о них молиться, братья и сестры. Сестра Лена из Павлодара имеет церковь на ноге. Врачи предлагают ампутацию. Она просит помолиться о здоровье и ясности от Господа, что ей делать. У них четверо детей, младшему еще нет двух лет. Сестра Лариса просит. И еще помолитесь об утешении и поддержке семьи Екатерины Пуговой. Муж ее, Роберт, погиб при выполнении служебных обязанностей. Катя осталась с годовалым сыном Нафаном. Помолимся об этих нуждах. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за этот день, чудесный день Твоей благодати, что милостью Своей Ты дал нам быть в Храме Твоем. Так много сказал сердцам нашим. И радуемся мы тому, что время благодати еще длится. И Ты совершаешь свое великое дело, благословение, спасение. И отвечаешь на молитвы, взывающие к Тебе. Слава Тебе, что и в нашей церкви. Мы молимся, и Ты отвечаешь на молитвы. И радуются дети Твои, утверждаясь. Верь, радуемся мы, что Ты Отец любящий, милующий, спасающий и исцеляющий. И Господи, мы славим Тебя за все эти просьбы, которые имеют дети Твои, что они пришли в церковь Твою, эти просьбы. Молим Тебя, Господи. Примем благодарны за услышанные молитвы. И те просьбы детей Твоих, которые относятся к их близким, к нашим близким, даруй ответ, чтобы наши близкие могли остановиться в греховной жизни своей, и прийти к Тебе с покаянием. Господи, услышь молитву. И детей, и внуков, и родителей о детях. Яви Свою милость, Отче Святой. Тех наших друзей, которые поехали на этот труд по евангелизации, там, в этих лагерях нашей земной Родине. Господи, мы просим Тебя, яви милость и огради от всяких злых людей, недобрых людей. Господи, положи ограду ради Твоих обетований. Ты сказал, просите, и дано будет Вам. А им дай силы, дерзновение, вдохновение. Говорит Слово Твое, жить так, чтобы многие люди могли обратиться к Тебе через их труд и служение. Эту нужду сестры, которая имеет такую ужасную болезнь, саркому. О, Небесный Отец, Ты можешь восстановить каждую клеточку. Дай увидеть Твое Божественное чудо, чтобы она с этими детками была на двух ногах и могла с радостью воздать Тебе славу с церковью. Ты знаешь печаль, сестры плуговой. С маленьким ребенком она осталась одна. Утешь я Твоим Божественным утешением. И дай видеть Твою руку сам, устроя во славу Твою и в радость наследию Твоему. Мы будем идти по домам, мы просим Твое Божественное благословение, когда мы скроемся друг от друга. Благослови. Молодежь будет оставаться, благослови ее. Благослови в путях, храни от больших скоростей, дай мудрость, чтобы мы не искушали ни Тебя, ни тех, кто рядом с нами. И предстоящую неделю благослови, дай нам мудрость, как ее прожить, чтобы, имея радости, общение мы, эти общения посещали. Знаешь, на всяком общении мы что-то получим от Тебя и для укрепления нашей веры. Благослови всех нас, распусти с миром, храни в Твоих руках наследие Твое от всего грехов нечистого. Дай нам мудрость, всегда быть готовым к встрече с Тобой. Молим Тебя именем Иисуса Христа, Сына Твоего. Да светится имя Твое в нашей жизни, в домах наших, в Церкви Твоей Святой. Благодать Господа нашего Иисуса Христа. И любовь Бога Отца. И общение Святого Духа. Да будет со всеми нами вечно. Аминь. С миром Божьим, братья Иисусы.